Теория Мелани Кляй рассматривает развитие ребенка от рождения и до шести месяцев. По сути дела до трех месяцев ребенок пребывает в состоянии острого психоза. Чувство вины является способом развития и сохранения отношений. Вообще вся вот эта вот история она имеет смысл при наличии объектного постоянства. Это очень непростой путь, но это единственный путь в здоровые отношения. Это лекция «Откуда берутся взрослые», которую психоаналитика Алена Орехова выпускает вместе с «Битрикс-24». В заключительном выпуске Алена расскажет о теории английского психоаналитика Мелани Кляйн. Почему дети в возрасте до полугода проявляют агрессию к материнской груди? Как в этом возрасте формируются чувства вины и способность брать, влияющие на всю дальнейшую жизнь? Обо всем этом в заключительной лекции «Откуда берутся взрослые». Сегодня наша завершающая лекция и посвящена она теории Мелани Кляйн. Это английский психоаналитик. Мы будем рассматривать с помощью этой теории такое явление как чувство вины и о человеческой способности брать. Теория очень-очень сложная, рассказывать о ней еще сложнее. Есть базовый труд Мелани Кляйн, который называется «Зависть и благодарность». И если у кого-то есть желание, можете пробраться через эти дебри, но это неимоверно сложно. Написано очень сложным языком и сама теория очень сложная. И, по большому счету, не было бы смысла никакого, наверное, вообще рассматривать эту теорию в связи с ее сложностью, если бы хотя бы какая-то другая теория отвечала на этот вопрос. Да, что такое чувство вины, как оно формируется, какие есть нарушения, что такое здоровое чувство вины, зачем вообще оно нужно. А теория Мелани Кляйн отвечает на все эти вопросы и делает очень многие вещи понятными. Поэтому приступим и будем пробираться. Теория Мелани Кляйн рассматривает развитие ребенка от рождения и до шести месяцев. Она говорит о том, что вообще база характера и структуры психики закладывается в этом возрасте, и потом очень трудно уже повлиять и что-то изменить. И что сделала Мелани Кляйн? Она взяла и такое явление, как фантазирование, о котором мы с вами говорили, что у ребенка появляется ближе к пяти-шести годам, у ребенка появляется образное мышление и способность фантазировать. То Мелани Кляйн говорит о том, что практически с рождения ребенок способен фантазировать. Она единственное не уточнила, каким образом. И понятно, что образами новорожденный ребенок фантазировать не может. Скорее всего, это фантазирование какими-то ощущениями. Еще, что отличает теорию Мелани Кляйн, это то, что Мелани Кляйн говорит о том, что агрессия – это естественное проявление, которое у ребенка есть с момента рождения, вне зависимости от того, удовлетворяются его потребности или не удовлетворяются. Если по теории объектных отношений мы говорили о том, что инстинкт распадается на сексуальный и агрессивный, и если все потребности удовлетворяются, то большая часть инстинкта падает на сексуальный, и агрессивного инстинкта практически нет. Мелани Кляйн говорит, что у самой идеальной мамы, удовлетворяющей все потребности ребенка в момент их возникновения, у ребенка все равно есть очень мощный агрессивный инстинкт. И она это не из головы выдумала, она проводила очень много наблюдений, очень много велось записей, где записывались младенцы с мамами, и она увидела, что при абсолютно идеальном уходе, при том, что ребенка кормят по требованию, то есть все потребности его удовлетворены, но ребенок злится. Как видна эта злость ребенка? Ребенок сосет грудь, и при этом пощипывает, кусает, да, очень агрессивно захватывает сосок, выплевывает сосок, просто, да, то есть там бьет ладошкой по груди. Это все проявление агрессии. И тогда она стала размышлять над тем, а на что же тогда ребенок злится, если все его потребности удовлетворены? Вот на этой базе и развивается ее теория. То есть она говорит о том, что ребенок получает то, в чем он нуждается, и осознает, что у кого-то есть то, что ему жизненно необходимо, без чего ему просто не выжить. И это что-то сам он себе дать не может. И на это появляется зависть, что у кого-то есть что-то, что мне жизненно необходимо. И когда приходит зависть, ребенок злится очень сильно на тот объект, от которого он и получает то, что ему жизненно необходимо. И тогда Мала Никля, по сути, да, отвергает теорию объектных отношений и присутствие в жизни ребенка аутистической фазы развития, симбиотической фазы развития, потому что она сразу говорит о том, что ребенок начинает строить отношения с объектом и злиться на этот объект. Единственное, что ребенок новорожденный, он не может воспринять маму как целостный объект. Ну вот, да, то есть ему это совершенно недоступно. И тогда он начинает строить отношения с частичным объектом, с какой-то маминой частью. И он может выделить, да, то есть все что угодно, там мамин палец, мамин локон, мамин нос. Но чаще всего строится отношение с грудью. И вот здесь она прописывает тот же самый процесс, который Маргарет Малер прописала в теории объектных отношений. Вот это вот состояние расщепления. И если в теории объектных отношений это расщепление на маму-фею и маму-бабу-ягу, то здесь расщепление, ну как бы на две груди. Да, на хорошую грудь, дающую грудь и плохую грудь. И у ребенка есть возможность выразить свою злость вот на вот эту плохую грудь, от которой он зависит. То есть ребенок злится на свою зависимость. И получается, здесь должен произойти тот же самый процесс, как в теории объектных отношений. Да, то есть помните, мы говорили, что самое главное для того, чтобы не было расщепления. Показать ребенку, что никакой, да, то есть бабы-яги нет. И первое правило не отвечать агрессии на агрессию. И здесь какую бы боль ребенок маме не причинял, как бы он агрессивно не реагировал, мама продолжает давать. И получается это сотни тысяч раз. 6-7 кормлений в день на протяжении нескольких месяцев, как бы ребенок себя не вел, грудь дает. И в какой-то момент и приходит это осознание, а может быть она неплохая. И в этот момент зависть меняется на благодарность. Поэтому вот базовый труд Мелани Кляйн так и называется зависть и благодарность. И всю свою теорию она разделила всего на два периода, которые она назвала позиции. И название, конечно, очень страшное у этих позиций. То есть первая позиция называется параноидно-шизоидная. И длится она от рождения и до трех месяцев. И по сути дела до трех месяцев ребенок пребывает в состоянии острого психоза. Сами названия, да, то есть шизоидность. Что такое шизоидность, да? То есть это расщепление. То есть ребенок живет в расщеплении, что есть хорошая и плохая грудь. И когда он завидуя, злится и проявляет агрессию на эту плохую грудь, ему очень страшно, что эта грудь ответит и перестанет давать. То есть параноидность, да? То есть страх. Он живет все время в страхе ответной агрессивной реакции. И вот представьте, вот в таком психозе проходят первые три месяца жизни в расщеплении и в постоянном страхе. И этот страх тоже всегда видно. Ребенок сосет, злится, кусает и зажмуривает глаза. То есть он выражает агрессию и тут же боится. То есть это все очень хорошо видно на тех, да, то есть кадрах, которые снимали очень много, да. То есть вот в Лондоне очень много исследований проводилось. И в принципе все эти съемки, их в интернете можно найти и понаблюдать за всем этим. То есть она очень долго наблюдая за этим. Конечно же сама личность Мелани Кляйн такая очень интересная, да, то есть достаточно шизофреническая. Ну, наверное, только такому человеку и могут прийти в голову такие идеи и такие теории. То есть параноидно-шизоидной позиции это злость, постоянный страх, что мне ответят. И только когда я понимаю, что эта грудь, на которую я злюсь и от которой я ожидаю ответной реакции, продолжает давать, у меня появляется благодарность. И позиция называется вторая, да, с трех до шести месяцев депрессивная. Это теоретическая конструкция, и ее можно было бы воспринимать как теоретическую конструкцию, если бы она не давала ответы на вопросы, на которые другие теории ответить не могут. Есть в психотерапии так называемые клинианские техники работы с клиентами. И в основном весь американский психоанализ, весь английский психоанализ работают на этих клинианских техниках. И с другими техниками с клиентом не справиться. А в чем заключаются эти техники, да, то есть получается, что клиенты с нарушениями, возникшими вот именно на первых трех месяцах жизни, да, то есть и застревают. Если вот этого вот процесса, так же, как в теории объектных отношений, когда мама все время показывает, что нет бабы-яги, а здесь, что нет плохой груди, не происходит, а мама выдает ответную агрессию. А как, да, то есть можно ребенку трех месяцев выдать ответную агрессию? И притом для этого очень много объективных причин, как думает мама. Пропало молоко, да, то есть не такого качества молоко, мастит, масса причин. Но ребенок это воспринимает как ответную агрессию. Более того, на бессознательном уровне, если мама сама расщепленная, то на агрессивное поведение ребенка, да, то есть и выдается такая реакция, она не осознается. И происходит застревание на вот этой вот параноидно-шизоидной позиции. И я потом выхожу во взрослую жизнь вот в этом вот в расщеплении и в неспособности брать. С чувством зависти, злости, страхом ответной агрессии. И от того, как проходят вот эти вот первые три месяца жизни, да, ну, зависит простая человеческая способность брать. И то, как я беру, и как я отношусь к дающему. И исходя из этого, да, то есть мы можем видеть, что, допустим, да, то есть, ну, есть два варианта. Да, то есть мне дают, и я либо беру, либо не беру. Если я беру, то я признаю, что у кого-то есть то, что мне необходимо. Признаю, что есть то, что мне необходимо. Не у меня, у другого есть то, что мне необходимо. И когда я это признаю, у меня появляется зависть. На зависть появляется злость. А дальше уже я решаю, что делать с этой злостью. То есть я либо возвращаю агрессию дающему. Либо я выстраиваю психологические защиты на свою злость. Какие психологические защиты я могу построить? Обесценивая. Да не так-то мне это было и нужно, да, и не такой-то уж хороший наверняка ему что-то надо, не то дали. Да, то есть это моя защита от того, чтобы выразить агрессию без должного уважения. Это мы видим в жизни постоянно. Просто мы не находим этого объяснения. И только теория Мелани Кляйн объясняет, что происходит на самом деле. Представьте пример. Были две подруги, очень близкие. Всю школу дружили. В институт вместе поступили. В институте обе познакомились с молодыми людьми. Обе вышли замуж. Мужья инженеры. Тут наступает перестройка. Один сориентировался, быстро развил свой бизнес. Другой не сориентировался, да, и сидит где-то, да, то есть с очень низкой зарплаты. И та подруга, у которой муж очень хорошо зарабатывает, продолжая любить свою подругу, искренне хочет давать. Искренне. Отдавая какие-то вещи, беря с собой в отпуска, да, то есть помогая ее ребенку. И та, которая берет, начинает злиться. Потому что, конечно же, сначала появляется зависть, даже неосознаваемая. Да. И внутри нарастает агрессия. И когда появляется вот эта вот агрессия, как правило, отношения рушатся. Ну, потому что тот, кто дает, не понимает, почему на меня злятся. Но сначала возникает идея. Ну да, наверное, мало даю. Или, наверное, не то даю. Начинают давать больше. Чем больше дает, тем больше огребает. Это все вот из этой теории. И очень часто так бывает среди родственников. Да, допустим, там, ну, выходит девушка из бедной семьи из-за богатного парня. Да, и они начинают помогать семье девушке. Ну, чем больше помогают, тем отношения становятся хуже, хуже и хуже. И получается, что отношения рушатся. И когда у обеих сторон есть опыт, у одной стороны, когда я даю, я вижу, что потом, к чему это приводит, что отношения разрушаются, я перестаю давать. Либо даю с какими-то условиями. Да, я для тебя сейчас сделаю вот это, да, там, а ты мне тот, 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 тот. И тогда на балансе отношения могут держаться. А та сторона, у которой есть опыт, когда я беру, я тоже рушу отношения, я перестаю брать. И тогда для меня не брать является способом сохранить отношения. И тогда мы бедные, но гордые. Здесь тоже я могу увести в психологические защиты. То есть брать я хочу, да, но я понимаю, что еще чуть-чуть и я разрушу отношения, да, и тогда я себе объясняю, что не то, да, у нее и так всего много. То есть к ценности я обесцениваю, да, то есть я не могу признать, что у кого-то есть что-то, что мне жизненно необходимое. Начинаю это обесценивать. И единственный здоровый выход – это перейти в благодарность. И вот это и есть баланс, да. И у меня сначала было такое непонимание, потому что я же еще изучала расстановки Берта Хеллингера, все эти системные законы. И Берт Хеллингер говорит о том, что все отношения держатся только на балансе давать и брать. Только на балансе давать и брать. Да, и мне тогда было непонятно, и потом до меня дошло, что благодарность – это и есть соблюдение баланса. То есть отдать не материальным, а признанием, что слушай, ты знаешь, мне действительно это жизненно необходимо. и я признаю, что ты даешь мне то, что для меня очень важно. И я тебе за это очень благодарна. И тогда восстанавливается баланс. Вы дальше по себе смотрите, насколько вам комфортно и насколько вам дороги эти отношения. Ну и понимая там, что человек злится, потому что вот такова его структура психики. Да, и сделать вы с этим ничего не можете. Вы просто воспринимаете это спокойно. И если вы этого человека любите, то есть вы продолжаете давать. Ну, по большому счету, любовью и принятием можно решить любые вопросы. Вопрос, сколько у вас терпения. Ну, опять-таки, терпения не жертвенного такого, да, а из любви, из искренней любви. Самое главное в жизни это абсолютная честность с самим собой. Самому себе честно сказать, я это для чего делаю? И что я жду в ответ? И тогда у берущего тоже есть возможность честно себе признаться, да? То есть я это беру, но тогда я признаю, что это для меня важно, и я благодарю за это. Либо что-то не дает мне взять, либо я уточняю у дающего, что я буду за это должен. И дальше уже, если человек говорит, нет-нет, что ты, ничего, но при этом потом, через какое-то время начинаются какие-то претензии, да я для тебя, да то, да сё, извини, я спросила. Ты сказала ничего. Ничего это значит ничего. Если бы я знала, что я за это что-то должна, а это тоже не всегда материальное, да, ну это вот с родителями очень часто эти истории, да, то если вы сказали ничего, я это беру и понимаю, что ничего. Да, я искренне благодарна. Мне это действительно очень важно и было необходимо в этот момент. но я теперь не должна, да, то есть делать то, что вы говорите, да, то есть принимать те решения, которые, да, то есть в ваших глазах являются правильными. Тут очень важный, очень тонкий момент в построении отношений. Честность с собой, вопрос, дающему, дающему получения ответа и тогда понимания, что ничего не должен. Либо если бы я знала, что я вот за это буду должна, это я бы не брала. Поэтому давайте в следующий раз мы эти моменты будем оговаривать. потому что для дающей стороны, сказав ничего, подразумевается, а все остальное, то, что я прошу, это само собой разумеющееся, что ты должен себя вести тем или иным образом. Это само собой разумеющееся. И тогда это уже ваша задача проговорить, чего вы точно не будете делать, беря это. А если вам говорят, что нет, ну как же, должен же, ну хорошо, тогда я не буду брать. Вообще, честность это универсальный способ построения отношений с собой и с другими. Но для этого надо иметь доступ к себе. постоянный доступ к себе и честные ответы самому себе. К этому сложно прийти, но возможно. И еще один очень важный момент, который объясняет теория Мелани Кляйн, это то, что Мелани Кляйн описала развитие круга чувства вины. И сейчас мы с вами поговорим, да, то есть, как чувство вины у нас развивается и почему это именно круг. Первым этапом является переживание агрессивного импульса и его выплеск вовне. Следующее, это осознание разрушения и принятие ответственности на себя. Третье, это внутреннее переживание чувства вины. И четвертое, это истинный репарационный жест. Ну, репарация, да, восстановление, то есть восстанавливающий жест. Что такое истинный репарационный жест? Ну, представьте ситуацию. Утром встали в плохом настроении, поругались с мужем, а у него тоже на работе проблемы, поэтому он там прикрикнул на вас, уходя, хлопнул дверью, вы сидите на работе, переживаете, он переживает. Вечером решили устроить ужин, муж приходит с букетом цветов, просит прощения, вы извиняетесь, да, ну, вроде все нормально. Является ли это истинным репарационным жестом? Истинным репарационным жестом является возврат к моменту агрессивного импульса и прояснение, что для моего партнера является проявлением агрессии. Смотрите, в чем здесь самый большой смысл, да, и почему это называется кругом, потому что без прояснения того, а что же для тебя является агрессией, это ситуация не завершается, потому что не зная того, что для тебя является агрессией, я буду все время наступать на эти грабли, делая то, что причиняет тебе боль. в принципе, ну, ситуация ссоры, конфликтов абсолютно нормальная. Есть огромное количество людей, которые ставят заслугу своим отношениям, что у нас все тихо, мирно, у нас нет конфликтов, мы не ругаемся, а через что тогда происходит узнавание, потому что конфликт является двигателем отношений, потому что только через конфликт я могу узнать, что для моего партнера неприемливо, что для него является моей агрессией. Мы это никак не можем узнать, потому что мы не имеем рентгеновского аппарата у себя в голове, чтобы просветить другого человека, узнать, какое у него было детство, какие в его семье традиции, что там было принято, что не принято. А мы все росли в разных абсолютно семьях, с разными традициями, с разными формами выражения, то есть и любви, и злости, с разными семейными ритуалами. Мы иногда можем быть из разных стран, и пока мы не начнем прояснять, а вскрывается что-то именно в ситуации конфликта, после чего я и могу начать прояснять, мы так о друг друге ничего и не узнаем. И поэтому чувство вины является способом развития сохранения отношений. То есть когда я выплеснул свою агрессию вовне и партнер на это отреагировал, да, ну, хлопнул дверью и ушел, у меня происходит осознание, что я разрушил сейчас что-то очень важное и ценное в моей жизни и необходимое в моей жизни, и я беру на себя ответственность, не, ну, хлопнул дверью и сам дурак, да, а я беру ответственность на себя за то, что я разрушил что-то очень важное и ценное. и я, у меня происходит внутреннее переживание чувства вины. Вообще, ну, такого чувства, как вина, его не существует. Чувство вины это целый симптомокомплекс разных чувств. Я расстроен, у меня появляется тревога, а вдруг я это разрушила, и это невозможно восстановить, да, то есть, там десяток различных чувств в этот момент происходит внутри меня для того, чтобы пришло вот это вот абсолютное осознание вот этого вот разрушения, но для того, чтобы произошло осознание разрушения, здесь важны очень, ну, два очень важных момента. Это объект должен остаться хорошим и эмоциональные отношения должны быть разрушены. То есть объект должен показать, что вот так он общаться не будет и выйти из контакта. В развитии круга чувства вины бывают нарушения. А как мы сейчас уже с вами проговорили, что, ну, чувство вины, оно играет позитивную роль в построении отношений. и поэтому когда чувство вины не возникает, да, то, ну, и в отношениях соответственно нет развития. Только оно должно быть именно здоровым. И у здорового чувства вины, да, то есть есть составляющие. Это то, что объект остается хорошим, есть эмоциональное прекращение отношений, то есть другой объект выдает эмоциональную реакцию, да, то есть на мое проявление агрессии. И то, что истинный репарационный жест принимается. И какие же существуют нарушения в развитии этого здорового круга чувства вины? Первое нарушение в развитии круга вины происходит тогда, когда ребенку вообще нельзя проявлять агрессию. Очень часто детям запрещают проявлять агрессию. А мы уже с вами тоже говорили не на одной лекции, что злость это нормальное человеческое чувство. И у каждого человека есть право проявления этой злости. Так вот, когда нет возможности проявлять агрессию, первая причина может быть тогда, когда формируется генерализованное торможение агрессии. Помните, мы говорили об этом на самой первой лекции, когда идет распределение на сексуальный агрессивный инстинкт, и если потребности не удовлетворяются у ребенка, а на себя развернуть агрессию, это смертельно опасно, потому что аутоагрессия разрушает самого ребенка, то берется вся энергия сексуальности, и задавливается эта агрессия. И тогда это такие дети психоастеники. Они не злятся, но и сил жить у них нет. То есть они хорошие, спокойные, послушные, но в них нет вот этой живости. Живой ребенок нормально, когда ребенок носится по квартире, то есть все сносит. Нормально живой ребенок. То есть если у меня агрессия вообще подавлена, генерализованная агрессия, как я могу ее выразить другому человеку? то есть я вообще не запускаю вот этот вот круг. Я очень хороший, очень удобный человек, и я ни на кого не злюсь. И я вам уже рассказывала о том, как я пришла в институт психоанализа вот абсолютно вот в этом состоянии. Не то, что я себе запрещала выражать агрессию, я ее вообще никогда в жизни не испытывала до психоанализа. Потом-то, конечно, я крушила всю квартиру. Я вообще не представляю, как мои родственники выдержали мою учебу с психоанализа. Ты вообще не испытываешь этого чувства. У тебя есть способности строить отношения. Вообще нет. Вернее, все отношения держатся на твоем удобстве. И следующий момент, это когда тоже ребенку нельзя проявлять агрессию и происходит такая психологическая защита, называется она формирование реакции. Это когда какая-то характеристика меняется на противоположную, но с сохранением того же психологического смысла. То есть я тогда меняю злость на доброту, но доброта становится агрессивной. То есть я вас всех догоню и причиню добро. Хотите вы, не хотите меня это вообще не волнует. Я вам буду причинять добро. Она действительно очень агрессивная. Она такая удушающая. Это такая липкая, вязкая очень доброта. И при этом ты же понимаешь, что в основном этот человек делает для себя, для того, чтобы в своих глазах быть очень хорошим. и у тебя все время ощущение, что ты что-то должен. И от этого ощущения очень трудно избавиться. И тебе совершенно непереносимо с этим ощущение. То есть тогда понятно, что здесь никакого развития чувства вины не происходит, потому что выпадает самое главное, его первая составляющая это переживание агрессивного импульса и выплеск его вовне. Следующее нарушение, которое может быть, это то, что происходит перегрузка депрессивным чувством вины. Когда это происходит? Происходит это тогда, когда истинный репарационный жест не принимается. То есть ребенок, да, то есть мама попросила его убрать игрушки, для него это агрессия, да, он ей сказала, мама, не буду я убирать игрушки, или там не буду делать уроки, пошла ты нафиг. Мама расстроилась, ушла, ребенок сел и осознал, что он разрушил что-то очень важное и ценное в своей жизни, произошло внутреннее переживание чувства вины, и ребенок идет к маме с истинным репарационным жестом. А мама говорит, ну, не знаю, не знаю, посмотрю на дальнейшее твое поведение. Все. А представляете, а жить вот в этом внутреннем переживании чувства вины непереносимо совершенно. Чувство вины все время требует разрядки. И тогда непринятый истинный репарационный жест становится средством манипуляции другим человеком. Ну, в данном случае мамой, то есть, ну, жены иногда тоже очень часто так поступают, да, то есть, муж там что-нибудь накосячил, пришел, сказал, слушай, родная, ну, вот, прости, да, то есть, был неправ, понимаю, для тебя там это было, там, так-то, так, ну, не знаю, посмотрю. И тогда вот, пожалуйста, ну, давай вот, ну, тебе колечко, ну, вот тебе шубу, вот давай поедем на курорт, да, то есть, вот, потому что все время требуется разрядка, потому что жить в чувстве вины очень трудно. и почему так важно, и почему так важно, очень долгие разговоры и истинное принятие истинного репарационного жеста, то есть, когда происходит принятие, то ставится точка, все, мы к этой теме не возвращаемся, то есть, почему круг, потому что все прояснено, и поставлена точка, все, и к этому больше никогда возвращения нет. Но это так же, как в семейных отношениях, да, вот ходить, и вот это все копить, 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 и постоянно к этому возвращаться, да, она имеет смысл при наличии объектного постоянства, потому что, если у ребенка нет объектного постоянства, то есть, он сказал маме, что она дура, пошла она нафиг, то есть, мама изменила свое эмоциональное состояние, показала, что ей это не нравится, но для ребенка в этот момент мама стала бабой-егой, и идти к ней с репарационным жестом, жестом, и проживать там, вот это вот осознание, разрушение, принятие ответственности на себя, то есть, человек без объектного постоянства этого сделать не может, потому что у него же всегда, ну, это же мама дура, да, ну, какое здесь принятие ответственности себя, какое внутреннее переживание, чувство и иные, соответственно, репарационный жест, да, то есть, он пойдет и будет, да, сидеть у себя в комнате, и здесь, прежде чем запускать вот этот вот механизм, сначала надо ребенка, дорастить до объектного постоянства, и тогда, если еще основным правилом, да, вот этого круга развития чувства вины, является то, что восстанавливает отношения тот, кто их разрушил, кто, да, то есть, вот этот вот агрессивный импульс, да, выпустил, то при отсутствии объектного постоянства, мама идет к ребенку и рассказывает ему о том, что я понимаю, что когда я попросила тебя убрать твои игрушки, да, то есть, ты на меня разозлился, и в этот момент я в твоих глазах, да, то есть, выгляжу плохой, то есть, все то, о чем мы с вами разговаривали, как выстраивается объектное постоянство. Точно так же со взрослым человеком, у которого нет объектного постоянства, вы не можете использовать вот эту вот схему, если даже он выразил этот агрессивный импульс, сидеть и ждать, что он придет восстанавливать отношения, он не придет восстанавливать отношения, и дальше вы для себя решаете, то есть, если вам отношения дороги и ценные, вы видите в них перспективу, но при этом вы четко, честно должны себе ответить на вопрос, чем вам так сильно дороги эти отношения, потому что, я вам уже говорила, дорастить человека с отсутствующим объектным постоянством, ну, в семье, без терапевтического процесса, возможно, но безумно трудно, и лет шесть-семь уйдет на это, ну, если вы готовы, при том, вы все время будете, да, то есть, в этой вот такой, терапевтической позиции, такой вот, принимающей мамой, показывая ему, что нет феи, бабы, яги, да, то есть, вот, есть только вы одна, которая, там, и любит, и злиться, и вы идете к этому человеку и ему говорите, да, я понимаю, да, что там моя просьба вызвала в тебе вот такие вот чувства, да, и ты сейчас на меня злишься, я в твоих глазах выгляжу плохой, но, если ты мне не будешь рассказывать, да, что тебя так расстраивает, и почему такая моя просьба вызывает в тебе вот такие вот чувства, я никогда об этом не узнаю и буду невольно, не желая того, все время тебя обижать, поэтому давай мы с тобой попробуем поговорить, то есть, вы сами идете, вы сами принимаете, да, то есть, его чувства, вы говорите о том, насколько вам дороги и цены эти отношения, но что вы не сможете их выстраивать комфортно, да, то есть, для него, пока вы не узнаете, что для него является вашей агрессией, почему в данном конкретном случае он обиделся там на ту или иную просьбу, на ту или иную фразу, на то или иное ваше действие, то есть, вся эта история возможна при наличии объектного постоянства, да, это труд, это процесс, но тогда, где, как не в семье, да, то есть, ну, подросток научится строить здоровые отношения, которые потом в его взрослой жизни помогут ему, во-первых, выбрать партнера, способного тоже строить эти взрослые, зрелые отношения и во всех сферах своей жизни, да, то есть, человек научится это делать, ведь семья это уникальная, да, то есть, вот эта вот площадка, на которой можно проиграть любые сценарии, дав ребенку возможность увидеть, как можно выходить из таких ситуаций, да, то есть, говоря о том, что, да, я вижу сейчас твою боль, я понимаю, что тебе больно сейчас об этом разговаривать, но мы никуда не сдвинемся дальше, да, и я буду дальше причинять тебе эту боль, если ты не скажешь, да, то есть, ну, что тебя так сильно расстраивает и обижает. Это очень непростой путь, но это единственный путь в здоровые отношения. Книжку читайте эту, Гиппенрейтер, общаться с ребенком как, и у нее есть общаться с подростком как, и есть западный очень хороший аналог, как Фазер и Мазлиш, да, два автора, как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили, и так же и о подростках, как говорить, чтобы подростки слушали, как слушать, чтобы подростки говорили, там все, там, ну, просто фразы эти все прописаны, И когда нет стойкого объектного постоянства, то сама вот эта вот ситуация, если она не стойкая, когда я дохожу до внутреннего переживания чувства вины, это чувство вины для меня становится вот этой же агрессией, которая меня разрушает, и мое объектное постоянство разлетается, и объект становится сразу для меня плохим, и у меня нет возможности идти к репарационным жестам к плохому объекту. Здесь тоже это очень важно, что даже сама эта ситуация, если еще объектное постоянство не сформировалось, она может разрушить, и тогда вы включаетесь в эти же все процессы, как вы общались с ребенком без объектного постоянства, соединяя фею и бабу-ягу. Это трудно, я согласна, это очень трудно. Это, ну, это и трудно, и больно. Значит, мы проговорили, перегрузка депрессивным чувством вины – это когда не принимается истинный репарационный жест. А перегрузка преследующим чувством вины происходит, чтобы, да, то есть вот чтобы не происходило этой перегрузки преследующим чувством вины, как мы уже говорили, объект должен остаться хорошим, и с ним должны быть нарушены отношения. То есть если в ваш адрес летит агрессия, это же не обязательно там словесное, да, то есть действиями какими-то, вы говорите, слушай, ну вот для меня это совершенно неприемлемо, и я, ну, в таких отношениях, да, мне находиться трудно. Но сейчас у меня нет даже там сил с тобой общаться и вести там какой-то дальнейший диалог, да. И вы прекращаете эмоциональные отношения. Помните, мы говорили, что пока объектного постоянства нет, главное остаться в отношениях. То есть вы показываете ребенку любовь с сохранностью отношений. И тогда вот эти вот вещи, о которых мы говорим сейчас, не работают, если нет объектного постоянства, потому что ему все равно, что мама, баба-яга ушла в другую комнату. Когда объектное постоянство есть, то есть вы уже можете показать нарушением, да, вот этого вот эмоционального контакта то, что вам больно. И это очень важно делать, потому что если этого в отношениях не делается, то происходит вот эта вот перегрузка преследующим чувством вины. То есть это происходит, когда мама не расстроилась, не показала свое изменившееся эмоциональное состояние, а наказала ребенка. То есть она в этот момент стала плохим объектом. Мы говорили, что вот это все возможно только если объект остается хорошим, но при этом у меняется эмоциональное состояние. То есть мама показывает, что ее эмоциональное состояние изменилось. Дальше нарушение происходит. Если мама не дожидается, когда ребенок придет с истинным репарационным жестом, а налаживает отношения сама. Когда вот да, ей надоедает вот это вот все, да, и она идет и налаживает отношения сама. Тоже вот этот вот круг не формируется. И также он не формируется, когда мама строит отношения дашь на дашь. То есть она не своим изменившимся эмоциональным состоянием показывает ребенку, да. А там ребенок получил двойку, ну тогда не будешь смотреть телевизор, или там ну сейчас там гаджеты, гаджетов лишаешься, или там неделю будешь мыть посуду за всю семью. Здесь самое важное изменившееся эмоциональное состояние объекта, на который была выражена агрессия. А допустим, ну двойка ребенка для мамы является, да, то есть агрессией или его нежелание что-то делать, да. И тогда вы проговариваете, ну мне очень больно и обидно. Но не выстраивайте вот этих вот отношений дашь на дашь. И также еще очень важно не снимать с ребенка ответственности за произошедшее, да. То есть, потому что здесь очень важен вот этот вот момент осознания разрушения и принятия ответственности на себя. Потому что тоже очень часто родители, чтобы там ребенка не расстраивать, чтобы он не погружался, вот это вот переживание чувства вины, там, когда ребенок маленький, ой, да, то есть там тарелка разбилась, да, то есть ну как будто это не ребенок ее скинул со стола, да, то есть она сама упала. Ну, очень любят, ну, родители вот такие вот вещи делать. И здесь еще очень важно разводить чувство вины и материальную ответственность. Потому что чувство вины это всегда за отношения и за разрушение отношений. То есть за материальные вещи, что-то там разбил, что-то испортил, нет материального, ну нет, не может быть чувства вины. Чувство вины всегда за отношения. И очень важно ребенку эти вещи разводить. Да, ты разбил мою любимую вазу, и я сейчас очень расстроена, но я ее могла разбить сама, кошка пробегая могла ее хвостом смахнуть, и я сейчас не на тебя обижена, а я сейчас просто, ну, переживаю, потому что там эта ваза была для меня очень дорога. И ты мне за это ничего не должен. Не надо просить прощения за испорченные материальные вещи. Вина только за отношения. И поэтому очень важно в детстве ребенку это разъединить, чтобы потом во взрослой жизни он за материальные вещи, да, то есть, ну, не испытывал чувство вины и не просил прощения. Потому что, ну, материальные вещи разрешаются материальными способами. Ну, и понятно, что ребенок купить еще там сам не может, поэтому, ну, слушай, ну да, я сейчас, да, то есть не злюсь на тебя из-за вазы, и ты, ну, не виноват, да, просто я расстроена. Когда взрослые люди, да, то есть, вот, допустим, вы там, ну, ломаете вещь кого-то из ваших, там, ну, близких друзей, ну, там, допустим, там, взяли платье на дискотеку, да, то есть, ну, там, и порвали его. Да, то есть, вы говорите, слушай, ну, мне очень жаль, я понимаю, что ты сейчас очень переживаешь, я понимаю, что тебе эта вещь очень дорога. Вы сначала присоединяетесь эмоционально. Иногда человеку этого достаточно. Потом вы можете спросить, как я могу это компенсировать? То есть, ну, я готова. Но это уже материальная компенсация, да, все эмоциональные отношения вы проясняете на эмоциональном уровне, да, то есть, и подруга может сказать, блин, да, злюсь я на тебя. Да, слушай, я тебя прекрасно понимаю, ты имеешь право сейчас злиться. Я очень сожалею, что, да, то есть, ну, из-за меня ты сейчас проживаешь такие сильные эмоции, да, то есть, вы сначала решаете эмоции. Эмоциональные вопросы. А потом уже задаете вопрос, необходима ли материальная компенсация. И если человек говорит, слушай, да, то есть, не надо, то, ну, все, эта тема закрыта. Чувство вины вот этим загружаться совершенно бессмысленно. Ну что, я хочу прежде всего напомнить вам, что вы все эти долгие вечера слушали лекции, автором которых является Сокальская Екатерина Александровна. Для меня это очень важно, потому что этим самым, ну, я признаю, ну, то, что она первая, она это придумала. Я признаю ее гениальность. Вообще, это совершенно гениальный человек, который, ну, обладает совершенно уникальными способностями. Во-первых, очень понятным языком пересказывать очень сложные вещи. И поэтому у меня даже мысли не возникает, ну, делать это самостоятельно, когда это сделано уже, ну, просто идеальным способом. То есть я признаю, что она первая и всегда будет первой. И ее место я никогда не займу. Я этим самым признаю себя такой, какой я являюсь. То есть вот, ну, у меня моих способностей не хватает для того, чтобы создавать какие-то теории. А она и создает и свои теории. И вообще это прекрасно. То есть я признаю свои сильные стороны, что все, что я могу сделать, это прослушав эти лекции. Ну, наверное, когда я училась у нее десятки раз, и пропустив это все через себя, и проходя свою очень-очень долгую терапию, сделав эти знания уже своим естеством, и изменив свое внутреннее состояние, я могу делиться с вами этим своим внутренним состоянием. И вот я считаю, что это моя сильная сторона, да, то есть то, что я вложила столько временных, энергетических, финансовых затрат в себя, и изменив свое эмоциональное состояние, этим делиться с вами. И я очень благодарна, что так долго вы сюда приходили и слушали. Ну, для меня это очень важно, знать, что это для кого-то является ценностью. И хочу вам напомнить еще раз о том, что самый главный человек на свете у вас – это вы сами. И откуда берутся взрослые? Опять возвращаемся к теме, да, названия наших лекций. Взрослые берутся в тот момент, когда ты понимаешь, что неважно, каким было твое детство, и неважно, каким были твои родители, они сделали самое лучшее, что они могли сделать для вас в данных конкретных условиях. Самое лучшее. И все, что они делали, они делали из очень большой любви. И значит, вам надо было проходить именно эти уроки. И они согласились играть именно эти роли для того, чтобы вы эти уроки прошли и выросли. И взрослый – это тот, кто говорит, все, с сегодняшнего дня мне неважно, какие были мои родители, какое правительство, какое государство, что происходит в мире. Я – самый главный человек для себя. И чтобы у вас с сегодняшнего дня начался самый лучший, самый страстный, самый увлекательный роман в вашей жизни. Роман с самим собой. И он бесконечен. И я вам желаю, чтобы этот роман был ярким, увлекательным, очень теплым, очень душевным. И чтобы вы этого своего внутреннего ребенка, который живет в вас внутри, холили, лелеяли, всегда спрашивали его, что он хочет, всегда его поддерживали. И с этим ощущением необыкновенной любви к себе шли в этот мир. Это была заключительная лекция из цикла «Откуда берутся взрослые?» психоаналитика Алены Ореховой, которую она выпускала вместе с BITREX24. Спасибо за внимание и участие. Делитесь ссылками на эти лекции, пересматривайте их и становитесь взрослыми. Субтитры создавал DimaTorzok